Заметка Электрика С двумя водами и межсекционник Вот у нас есть пусковой орган реле РН1 и РН2 Сегодня я вам покажу пример на первой секции То есть сымитируем пропадание напряжения на вводе 1 И включение секционника на первую секцию В общем это у нас панель АВР как вы видите РН1 это пусковой орган Это у нас трехфазное реле напряжения ЭН526 дробь 200 Три вывода АВС сюда подключаются цепи напряжения 100 вольт С трансформатора напряжения в данном случае НТМИ10 Здесь у нас нормально открытые и нормально закрытые контакты Которые уже действуют в схему управления О них я расскажу чуть позже Дальше по схеме это у нас РВ1 и соответственно РВ2 для второй секции Это выдержка времени для пуска АВР Установлена выдержка, время срабатывания полторы секунды То есть пропадает напряжение Через полторы секунды отрабатывает реле времени И АВР запускается РП1 это отключение ввода Это у нас обычное промежуточное реле РП103А РП1 для отключения ввода 1 РП2 для отключения ввода 2 соответственно Так Это у нас РВ Реле однократности работы ВР На базе РП252 промежуточное реле Это у нас ячейка ввода Ввод первый Вот вы видите Вот один Сейчас схема разобрана Потому что это все выведено для проверки схема ВР Это у нас секция Первая секция 10 кВ Соседняя ячейка Это у нас ячейка межсекционика Аналогичная ячейка С аналогичным электромагнитным приводом Контроль напряжения на секции ведется с помощью измерительного трансформатора напряжения НТМИ-10 О нем у меня есть отдельное И подробное видео по схеме его подключения По устройству и конструкции Клеймник вторичной коммутации Автомат 100 вольт Сейчас я включу Вот один Вот один Я включил Вот видите Сейчас включу Так это я включил оперативные цепи И цепи соленоида межсекционика То есть межсекционик в данный момент отключен А вот у нас включен То есть это имитация нормальной работы схемы С двумя вводами Каждая секция питается со своего ввода Вот и реле вскрыл Сейчас сымитирую Что как будто у нас присутствует 100 вольт То есть Разомкнул наши контакты Вот Разомкнул Контакты Вот видите И сейчас смотрите То есть я Сейчас отпущу якорь И у нас пойдет выдержка времени реле РВ1 Поехали Вот как вы видели При пропадании напряжения на секции 10 кВ На первой секции 10 кВ Через полторы секунды У нас отключается Ввод 1 Вы это видели И включается Межсекционный выключатель Который запитывает Первую секцию Со второй секции Ну вот Выпал блинкер АВР Блинкер ввода 1 Ну и выдали все соответствующие Аварийные сигналы Диспетчеру Вот у нас непосредственно Сама схема АВР Здесь сейчас быстренько пробегусь Особо зацикливаться не буду Здесь у нас По каждому полюсу То есть это у нас Оперативные цепи 220 вольт Постоянного тока То есть оперативные цепи АВР Здесь у нас В каждом полюсе Установлены По две шайбы Это две шайбы Ключа управления АВР Для возможности Вывода АВР Из работы То есть при каких-то Определенных переключениях Либо при параллеливании Обоих секций Есть возможность Отключить АВР Дальше у нас стоит Контакт Нормально закрытый Контакт РЗА Также по каждому полюсу То есть это у нас Дистанционное Отключение АВР То есть аналог ключа АВР Только с возможностью Дистанционного управления Как я уже говорил Пример работы схемы АВР Я привел для первой секции В качестве пускового органа Ну или в качестве реле контроля Напряжения на первой секции У нас служит Трехфазное реле Напряжение РН1 У РН1 Как я также и говорил Имеется два контакта Один нормально открытый Другой нормально закрытый Начнем с нормально закрытого контакта То есть рассмотрим Вот эту вот цепочку То есть в нормальном состоянии Реле РН1 Всегда находится под напряжением 100 вольт И находится В подтянутом состоянии То есть вот этот контакт У нас всегда разомкнут Как всегда Закончилась память Поэтому перехожу На другую камеру При 60 вольтах Это у нас уставка Реле РН1 То есть пускового органа АВР Реле РН1 У нас отпадывает И замыкает Свой нормально закрытый контакт То есть это у нас Как я уже говорил Полюс плюс Это минус То есть Собирается у нас Следующая цепочка Ключ АВР у нас включен Запрет АВР у нас снят Дальше этот контакт У нас замыкается Идем далее Нормальный открытый Контакт РН2 Это у нас Контроль Остаточного напряжения На второй секции То есть АВР не сработает Если У нас Не будет напряжения На второй секции А это как раз таки И контролируется С помощью Реле контроля напряжения Которое установлено На второй секции То есть РН2 Соответственно Вот Нормальный открытый контакт У реле РН1 Служит для контроля Остаточного напряжения На нашей На первой секции контактами разобрались в общем идем далее здесь все нормально напряжение на второй секции у нас есть дальше это у нас нормально закрытый контакт реле rp1 это я говорил это реле rp1 это p103 тип у него промежуточное реле она у нас находится в отпавшем состоянии потому что у нас еще сигнал на отключение ввода не было и здесь установлена катушка реле времени rv1 то есть вот у нас собралась такая вот цепочка плюс ключ авар разрешение работа в р нормально закрытый контакт реле rn1 нормально открытый контакт реле rn2 нормально закрытый контакт rp1 и катушка rv1 дальше обратно уходит уже на минус вот такая у нас собралась цепочка соответственно у нас срабатывает катушка реле времени rv1 rv1 вот она с выдержкой времени полторы секунды замыкает вот это свой контакт нормально открытый контакт и у нас получает питание катушка промежуточного реле rp1 который встает на подхват то есть здесь цепь реле rv1 разрывается чтобы реле rv1 не находилась под напряжением а сама катушка же rp1 у нас встает на самоподхват другим своим контактом вот этим то есть одним контактом rp1 сама себя подтягивает встает на самоподхват а вторым контактом rp1 создается цепочка на отключение ввода 1 то есть вот у нас цепочка отключения ввода 1 вот наш контакт это у нас токовый blinker b1 я вам его уже показывал это у нас кса привода выключателя когда он включен данный контакт замкнут и это у нас отключающая катушка привода выключателя ввода номер 1 здесь еще есть нюанс про однократность отрабатывания схема в р то есть вот у нас есть еще у реле времени у нас есть нормально открытый контакт с выдержкой времени который у нас действует на реле rp1 а второй контакт у него есть мгновенный так вот rv1 своим мгновенным контактом подтягивает промежуточное реле rb это у нас rp252 промежуточное реле rp252 для чего оно нужно необходимо для осуществления однократности работы схема в р но сейчас я расскажу чуть дальше ну и остальная часть схемы это аналогичная это это же схема только для второго ввода вот у нас rn2 вот у нас контроль остаточного напряжения на первой секции вот у нас реле rp2 для отключения вода 2 вот у нас катушка реле времени rv2 вот у нас это же цепочка для то есть со стороны второй секции то есть вот у нас отработал rv2 rv2 у нас подтягивает реле rp2 rp2 встает на сам подхват и вот с другим своим контактом отключает привод выключателя ввода 2 реле времени rv2 своим мгновенным контактом также подтягивает промежуточное реле rb ну в принципе здесь ясно вот тут один у нас отключился но теперь нам нужно рассмотреть цепочку включения уже межсекционного выключателя это у нас вот оперативные цепи включением межсекционного выключателя это не полная его цепочка это отдельная вот и выкипировка именно относящиеся к схеме avr ключа в это эти же шайбы то есть ключ у нас один и эти же шайбы и воздействуют и на схему то есть блокирует и схему включения межсекционника дальше это же стоит контакт нормально закрытый контакт за дистанционного управления схемой r так дальше у нас идет нормально открытый контакт с выдержкой времени на отпадание именно реле rb rb то есть однократности работы схема avr rv1 мгновенные контакты rv1 подтягивает реле rb она же у нас реле rv1 рвется с нашим же рвется нормально закрытым контактом нашего промежуточного реле rp1 который отключает вот поэтому здесь она кон контакт срабатывают подтягивает катушку реле rb и этот контакт в итоге то отпадает но как вот этот наш контакт цепи включения межсекционного выключателя он отпадывает не сразу он отпадает с выдержкой времени примерно две может две с половиной секунды то есть у него это реле промежуточная rp252 с выдержкой времени на отпадание то есть напряжение с катушки мы уже сняли а реле еще находится у нас в замкнутом контакты реле находится еще в замкнутом положении ну и все вот у нас проходит цепочка ключ avr контакты нормально закрытые контакты rza замкнутый контакт rb токовый блинкер avr дальше у нас как наш rp1 она у нас стоит на самом подхвате промежуточное реле отключение ввода она стоит на самом подхвате это у нас кса ввода 1 то есть это условие что именно вот один уже отключился и и можно включать межсекционник и дальше у нас идет кса привода межlagen и включателя и контакта включения межсекционного выключателя кп подтачкум кп нас получает питание и включает включает включающийся леденоид привода меж секционного выключателя здесь же 2 цепочка вот эта часть уже непосредственно относится к работе схема в р со стороны 2 со стороны второй секции в принципе и все как видите как долго это все объясняется все эти срабатывания тех или иных реле причем эта схема самая простая вообще которая существует по аваром 10 киловольт у нас на подстанциях но как видите все происходит в действительности очень все быстро то есть быстро у нас отключается вот тут же включается межсекционник в общем на этом все вот такое видео про авар 10 киловольт еще раз повторюсь что это самая элементарная самая простенькая схема в р основана на трехфазном реле напряжения то есть в виде пускового органа реле времени и пару промежуточных реле rp1 на отключение ввода и однократность работы авар если кому-то что-то непонятно по схеме или там какие-то возникли вопросы в плане просмотра материала то обязательно задавайте свои вопросы в комментариях ну а кому понравилось видео обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на мой канал ну а с вами как всегда был дмитрий автор сайта заметки электрика до новых встреч